МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион. Студия Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. Суд обязал юридическое лицо осуществить своими силами за свой счет демонтаж указанных объектов. Под снос. Попытки отсрочить решение суда о демонтаже кафе-самостроя не увенчались успехом. Когда оказалось коляски, этого не хватало, и всегда хотелось как-то себя проявить. Люди с безграничными возможностями. Анапские пары спортсмены готовятся к спартакиаде Черноморского побережья «Мир без границ». Счастлива, что я поучаствовала в картине, которая именно несет вот эту позитивную мысль. Народное жюри. Принять участие в голосовании за лучшую картину фестиваля «Киношок» смогут жители и гости курорта. В Анапе будет отреставрирован мемориал «Три свечи» по улице Мелькова. Такое решение было принято во время очередного утреннего обхода первым заместителем главы города. Рейд занял более двух часов. В этот раз Сергей Петров инспектировал улицу Ленина. Напомним, навести порядок и привести Анапу к единому архитектурному облику одна из главных задач, поставленных главой Анапы Юрием Поляковым. Ленина – одна из главных городских улиц, и требования к ее состоянию особые. Поддержание чистоты – одно из основных. Но, видимо, не для этого владельца местного продуктового магазина. Бутылки, сломаны лотки из-под фруктов, да и просто бытовой мусор. Стихийную свалку здесь устроили прямо на клумбе. Сергей Петров дает предпринимателю время до понедельника. Мусор вывести, тротуар и фасад привести в надлежащий вид. Следующая остановка у столовой кулинарии. Разговор с заведующей точкой общепита короткий, а аргументы наглядны и убедительны. Это ж вы пищей занимаетесь. Вот это что? Не, ну как исправим? Давайте Роспотребнадзор сюда пригласим, да будем исправлять вместе. Вы же занимаетесь продажей этого самого, ну? Ну, начнем цель, девочки. За два часа рейдовая группа прошла по всей улице Ленина. Первый заместитель главы города поручил очистить все тротуары, привести в порядок рекламные баннеры и фасады магазинов, а также восстановить заброшенные клумбы ко дню города. Кто камни вот эти уберет? Или вы субботниками это сделаете? Или еще что-то? Вот бетона здесь не должно быть, освободить бетон, чтобы росла трава. Ко дню освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков все мемориальные сооружения необходимо также привести в порядок. Комплекс «Три свечи» на улице Амелькова уже давно нуждается в реставрации. Начал осыпаться барельеф. Теперь этот вопрос будет на личном контроле Сергея Петрова. Мемориал в ближайшее время будет отремонтирован. Основная задача этих обходов – инициировать людей к тому, чтобы они наводили у себя порядок, о том, чтобы они каждое утро приводили свои магазины в нормальный вид, то есть мыли витрины, мыли окна, где-то подкрашивались, потому что у нас сезон еще высокий, то есть людей у нас еще много, и поэтому, соответственно, объекты наши, чтобы не ветшали, а наоборот, выглядели практически как новые. Вот основная задача – это привести их к единому какому-то архитектурному облику, чтобы это было хорошо, красиво, опрятно, и нам было приятно находиться в нашем городе. За каждой улицей теперь закреплен отдельный сотрудник администрации города. В их обязанность входит ежедневный мониторинг веренного участка и принятие мер по устранению проблем. Контрольная дата – 22 сентября. Ко дню города основная часть работ по благоустройству Анапы должна быть сделана. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Завтра глава Анапы Юрий Поляков проведет прямую линию по вопросам социально-экономического развития города-курорта. Звонки будут приниматься с 12 до 13 часов по телефону 30307. И к другим темам. Подлежит сносу. Такое решение было вынесено судом в отношении некапитальных объектов, которые были построены самовольно в районе речки Анапки. Собственник нелегальных торговых точек долго пытался отсрочить решение, но в итоге и сам был вынужден подключиться к демонтажу. Почему? Ответ в нашем сюжете. Деревянное летнее кафе, ролетный ряд и торговый павильон. Все эти объекты у речки Анапки пошли под снос. Во время очередной проверки муниципальный контроль установил, что размещены они незаконно. Специалисты подготовили пакет документов и передали в суд. Иск администрации удовлетворен. Решением амбитражного суда в Краснодарском крае указанные некапитальные строения были признаны самовольной постройкой. Также суд обязал юридическое лицо осуществить своими силами за свой счет демонтаж указанных объектов. Но даже после решения суда, собственники нелегальных торговых объектов не спешат сносить незаконные постройки. Оттягивают время. В 2017 году указанное решение суда было приостановлено Анапским городским судом до рассмотрения определенной жалобы. Далее, после истечения срока и отмены приостановки, должник юридическое лицо также не исполнил решение суда. Между управлением Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю и специализированной организацией был заключен договор подряда на осуществление демонтажа. Теперь уже специалисты Управления муниципального контроля и судебные приставы приступили к исполнению решения суда. Только после этого к разбору кафе и торговых точек подключился собственник объектов. Для него это возможность спасти хоть стройматериалы. Анапские спортсмены будут отстаивать честь нашего города на открытой спортигиаде Черноморского побережья для людей с ограниченными возможностями здоровья «Мир без границ». За подготовкой пары спортсменов наблюдали наши корреспонденты. Семь лет назад у Екатерины Пивоваровой врачи диагностировали инсульт спинного мозга. С тех пор она прикована к инвалидной коляске. Но молодая женщина не опустила руки. Она активный участник танцевального клуба инвалидов-колясочников «Эриданс». Теперь приняла решение участвовать в турнире по бадминтону, который пройдет в рамках спартакиады «Мир без границ». Я достаточно спортивный человек, с самого детства занимаюсь спортом. Это мой, так сказать, конек. И когда оказалась в коляске, этого не хватало. И всегда хотелось как-то себя проявить, даже будучи в коляске, именно в спортивной деятельности. Пробовала разные направления. И вот сейчас нам предложили бадминтон. Мне очень понравился этот вид. Раньше в детстве играла, но в качестве каких-то дворовых игр любила этот вид спорта. Профессионально никогда не занималась. Первая школа, шор номер один, откликнулись. И где на этой базе есть профессиональный тренер по бадминтону, который нам помог, так сказать, сейчас заниматься с спортсменами. Тренирует колясочников мастер спорта по бадминтону Ульга Руссо. Ее тренерский стаж более 26 лет. Несмотря на огромный опыт, работать с такой категорией спортсменов ей не приходилось. Но уже после первой тренировки поняла, что возможности этих людей ничем не ограничены. Главное – стремление достичь результата. Выступая на соревнованиях, общаясь с тренерами, мы очень много с ними общаемся. И все рассказывали, что есть у них такая тематика в разных городах, что многие работают с инвалидами, тем более колясочниками. Я, честно говоря, первый раз столкнулась с такими возможностями, чтобы людей научить чему-то. Но я очень рада, что они заинтересовались, мне приятно, потому что вид спорта очень красивый, энергичный. В этом проекте анапские инвалиды-колясочники принимают участие впервые. Тренировки проходят ежедневно по несколько часов в день. Сейчас отрабатывается тактика игры – перемещение коляски по корту, боковые и верхние подачи. Времени на подготовку осталось немного. Уже на этих выходных им предстоит выступить на соревнованиях, которые пройдут в поселке Афибский. Руслан Душевский, Анапа, регион. Анапчане получили возможность стать полноправными членами жюри на конкурсном показе телевизионных художественных фильмов «ТВ-шок». За неделю все желающие и гости, и жители курорта смогут оценить 9 кинокартин по пятибальной шкале. В этом году Анапа приняла гостей из Дружественной республики Беларусь. Как и встретил город-курорт и какие фильмы они представят на киношоке, узнала наша съемочная группа. «Ой, мамочки!» – белорусский телесериал, работа над которым началась пять лет назад. Фильм посвящен одной из самых трогательных тем – материнской заботе и воспитанию детей. В кинокартине снялись знаменитые белорусские и российские актеры. Светлана Суховей, заслуженная артистка, председатель гильдии актеров кино, здесь исполнила роль тещи. Героиню буквально писали под ее образ и даже назвали Светланой Ивановной. Я считаю, что это серьезный проект. Это не легкомысленная какая-то картина по сути своей. Потому что привлекательность вот этой темы сейчас очень востребована. Нам нужно с вами, чтобы у нас было здоровое, нормальное, красивое поколение, которые пришли за нами. И я счастлива, что я поучаствовала в картине, которая именно несет вот эту позитивную мысль о том, что надо, чтобы рождались здоровые, хорошие, интересные дети. Разные семьи, разные судьбы. По словам актеров, каждый зритель найдет для себя любимого персонажа и сможет с головой погрузиться в истории мамочек. Соборщина Светлана, судя по вашему анализу, за последнее время все было в пределах мамы. Что случилось? Дочка чуть не попала под машину. У меня прямо сердце оборвалось. Специфика телевизионных фильмов требует от съемочной группы работы на пределе возможностей. Ограничение по времени съемки, необходимость четко соблюдать хронометраж и укладываться в бюджет. Киношок уже не первый год сотрудничает с режиссерами из Белоруссии. За неделю конкурсного показа анапчане и зрители смогут оценить 9 телевизионных фильмов и сериалов. Судьбу кинокартин определит зрительское голосование. Каждая оценка может стать решающей. Завтра знаменитые российские артисты выйдут на сцену городского театра, чтобы исполнить свои любимые песни. В рамках 27-го фестиваля Киношок гости и жители города-курорта смогут пообщаться с кумирами на традиционном галоконцерте. В 8 часов вечера артисты театра и кино выступят с музыкальной программой на одной из главных сцен города. А 7 сентября задать вопрос любимому актеру все желающие смогут на традиционном празднике Гастагаевские встречи, где будут присутствовать десятки именитых актеров, режиссеров и сценаристов. Крутые виражи и розыгрыш скоростных велосипедов. Возможность посмотреть захватывающий дух соревнований и выиграть мечту любого школьника, двухколесного друга. Все это ждет анапчан уже в ближайшие выходные. Подробности в сюжете. Уже в 20-й раз в городе-курорте состоится Всероссийский чемпионат по автомногоборью «Юный автомобилист». Проводится он на базе Анапского отделения ВОА. Основная задача Всероссийского общества автомобилистов, как одной из самых крупнейших общественных организаций, это воспитание участников в дорожном движении, которые владеют в совершенстве и вождением, и знают правила дорожного движения. Поэтому вот такие мероприятия федерального уровня, они у нас занесены в официальный календарь спортивных мероприятий. Они готовятся у нас целый год. И в них участвуют те команды, которые в регионах занимают первые места. Такие соревнования не только выявляют лучших юных автомобилистов страны, но и показывают всем школьникам, которые еще не примкнули к этому общероссийскому движению, чему можно научиться при вступлении в ряды ВОА. Всех детей, кто будет смотреть, приглашаем в наши секции, автоклубы по всей стране, везде, где они есть. И будем открывать еще новые. Поэтому, пожалуйста, приходите. Сразу же, практически с первых дней начинаем и вождение учить, и теории. Ну, принимаем с 12 до 17 лет. Открытие чемпионата состоится в эту пятницу в 19 часов на автодроме Анапского отделения Общества автомобилистов. Посетить мероприятие приглашают всех желающих. В программе вечера концертные номера и фейерверк. А среди школьников зрителей, возраст которых с 10 до 17 лет, будут разыграны 3-5 скоростных велосипеда. Для этого нужно знать правила дорожного движения и уметь ездить на велосипеде. Стоит рискнуть. В субботу с 10 до 18 часов можно будет посетить соревнования по автомногобурью. А в воскресенье всех желающих приглашают на второй соревновательный день с 11 до 18 часов. Затем в 19.30 состоится награждение победителей и церемония закрытия. Организаторы обещают сделать ее яркой и зрелищной. Все тайны приоткрывать не будем. Что называется, приходите и сами все увидите. Адрес Анапского отделения ВОА Анапа, улица Парковая, 70. Телефоны для информации 54030 и 54313. 50 детей со всех уголков России завершили свое путешествие в мир расследований и криминалистики. Во Всероссийском детском центре смена состоялось закрытие программы «Юный следователь». Три недели сменовцы посещали теоретические и практические занятия. Юные криминалисты узнали, как работают кинологи, научились проводить дактилоскопическую экспертизу, посещали практические уроки самбо и стрельбы, расследовали пропажу ноутбука во время тематического квеста. Я хочу следовать криминалистам по особо тяжким делам. Мне очень запомнилось, как мы брали от счетки пальцев и последний крест был просто супер. Казалось, что пропала и грамота, которую мы тоже нашли и расставали преступника. На торжественной церемонии закрытия проекта «Юный следователь» все участники получили сертификаты о прохождении программы, дипломы за заслуги и памятные подарки. Были отмечены и лучшие спортсмены. Наша задача была достигнуть того, чтобы заинтересовать детей в направлении юного следователя. Что такое юный следователь? Это познание настоящих первоначальных навыков следственной работы. Здесь формируется совесть, честь, справедливость и, будем говорить, ненависть ко всем нарушениям закона. На этой смене ребята узнали много интересного и полезного. Полученный опыт позволит молодым людям выступить достойной сменой в области криминалистики и правосудия. В финале церемонии первым участникам программы «Юный следователь» в смене выпала честь подписать знамя Следственного комитета, как послание следующим молодым криминалистам. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Для студентов и школьников абонемент от 400 рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным.